Мечмагия 4 Мечмагия 4 У нас это всегда радованный урон То есть, кому-то можно нанести слишком мало Даже не продамажив А кому-то слишком много Практически сразу же вырубив Ну ладно, поехали дальше Разумеется, на нашу пути мы встретим лаву Какой же вулкан у нас без лавы И... Новых противников Ребята, вот только угадайте, кто это может быть Я вам сразу говорю, что если вы не играли в эту игру раньше То вы ни за что не угадаете А это, ребята, демоны Как ни странно, но это они Выглядят они, конечно, своеобразно Четыре рта, скорее всего, в зале есть четвертые И в каждом рте по глазу Причем, а вы заметите, глаза у нас еще истекают кровью Да, конечно, эти существа достаточно уродливые Даже чем-то Бихолдер, по-моему, напоминает Например, из шестой мечи магии Там были такие же рогатые С одним глазом И они мне просто бесили Ладно, давайте мы сейчас забьем этого демона и пойдем дальше Да, и кстати Сам Мануал пишет, что эти демоны Самые уродливые существа в этом мире Но я с ними, разумеется, согласен Хотя, знаете, в этом подземелье водится еще одно существо Пожалуй, типа демона Несмотря на то, что живет в вулкане Называется примерно так же, как демон Стреляет почему-то холодом Ну что самое главное Эти существа самые няшные в этой игре То есть в этом подземелье, можно сказать, полно противоположностей То есть есть там уродливое существо И самое, пожалуй, милое Так, и, пожалуй, стоит остановиться Где-нибудь вот здесь Потому что здесь начинается, пожалуй, сама кеморойна часть этого подземелья Потому что, смотрите Вот здесь у нас находится жилище демонов К нему надо как-то пробраться Но дело-то в том, что здесь полно лавы Ну и, разумеется, само жилище будет охраняться Конечно же, вот тут, как видите, есть еще одна дырка Но, по крайней мере, отсюда нетрудно заметить Потому что она пустая А там будет череп Так что давайте мы сейчас Ходим боком отсюда куда-нибудь Вызываем на себя охрану демонов Их тут всего лишь три Не так уж и много Возвращаемся обратно Начинаем лечить нашего мага Какой-то хладнокровный нас парит Этот маг, надо сказать Не любит огонь Идем сюда Вызываем демонов И прыгаем вперед Начинаем битву Первый демон, до свидания Принимаемся за второго Остался последний И надо бы сейчас лечить нашего клирика Хотя, в принципе, не обязательно Потому что совсем скоро Сейчас поставим куда-нибудь сюда маяк Отсюда, пожалуй, мы начнем прыжки по лаве Так вот, будет наиболее удобный маршрут Насколько я понимаю Ставим маяк И возвращаемся обратно в вертига Да, к сожалению, у моего рыжера не хватает магии Я забыл его все-таки залечить Придется тогда ему дать нашу монетку Которая есть у нашего паладина Он когда-то ставил маяк, по-моему, в башню ведьм А этот рыжер обратно телепортнется в вертига Поставим маяк где-нибудь там Около колодца Чтобы каждый раз этот путь не проделывать Не тратить наше драгоценное время Поставим сюда маяк еще раз И, пожалуй, все Монетку больше использовать не будем По крайней мере, сейчас Потому что сейчас я пойду в Риверсити И там восстановлю магию Скажем, для паладина Или рейнджера Ну, чтобы мало ли там Кто-нибудь здесь них мог колбовать маяк И еще лечить Так, Риверсити Вернулись Идем к нашему колодцу И начинаем лечиться Так, все, вот теперь это мы готовы К тем к прыжкам по лаве Так что телепортируемся обратно в вулкан И начинаем, ребята Пожалуй, самая киваройная часть начинается Сохраняемся И начинаем прыгать Ну что ж, ребят Два прыжка вперед Один шаг вбок И... К сожалению, я тут, конечно, уже надеялся То, что мой маг выживет Чтобы он смог сделать еще один прыжок До этого жилища Но, к сожалению, он сейчас вырубился Так что надеюсь, что он сейчас не умрет А он умер Ну, значит, придется перезагрузиться Так, ладно Давайте попробуем еще раз Раз Два Три Ну, как видите, вак у нас уже вполне живой Делаем еще один прыжок И все, ребята Мы достигли этого жилища Это у нас какой-то череп Который стал его и призывать Этих демонов Так что разрушаем его За это получаем 250 тысяч упадок Достаточно много И все Демоны в этом подземелье Уже появляться не будут Ну что ж Утрощаемся обратно в Вертиго Начинаем опять-таки лечиться И совсем скоро мы вернемся обратно в Вулкан Продолжим наше приключение Ну и, ребята На этом боль, конечно же, не заканчивается Потому что нам предстоит уничтожить Еще одно жилище Для еще одного существа О ком, я говорю, совсем скоро уже увидите Пока же давайте телепортируемся вот сюда Идем дальше И сейчас начнется еще одна не более Точнее, не менее интересная часть Пока же нам встретится такой вот сундук Открыть его может абсолютно кто угодно Потому что он пустой Такие же встречались на моих шахтах гновов когда-то Но что самое главное Это здесь Здесь просто огромное количество сундуков Но только один из них будет открываться по-настоящему То есть не взрываться даже И в него будут сокровища, конечно же Нет, он, конечно же, взорвался Это оплошность моего вора Но, по крайней мере, получилось у него сокровище 90 тысяч золота и 606 гемов Конечно же, эти три шестерки Меня не сильно радуют Но за золото, конечно, спасибо Золото никогда не бывает лишним Ладно, идем дальше И здесь, пожалуй, встретим новое существо О котором я вам все время говорил И которое я, конечно же, вам открывать как-то Не сильно-то хотел А вот, в общем-то, оно Венеется уже эта головка Это, как ни странно, все-таки еще одна летающая рожа Ну, это у нас, ребята, дьяволы Пожалуй, одно из самых няшных существ в этой игре Вы только посмотрите на их анимации атаки Ну, разве это не мило Когда он так вот открывает глазки и атакует вас Так, еще один дьявол Уничтожаем его К сожалению, нам придется это делать Несмотря на то, что такая вот няшка у нас Ну, ладно Ставь сюда еще один лаяк Потому что, опять-таки, предстоит еще одна не менее Раздражающая часть Ну, это, разумеется, еще раз прыжки по лаве Но на этот раз я все-таки надеюсь То, что вот эта охрана у меня сейчас быстренько выйдет Ну, маг у нас, разумеется, умирает В какой-то степени Просто ложится в гому Его надо бы сейчас залечить Я все-таки не хочу никого терять Так что давайте мы сейчас начинаем лечение Начинаем с мага Так, опять-таки, лечение Мага Лечимся И бьем Сейчас надо уже лечить вора Потому что я все-таки не хочу опять-таки его терять И, к сожалению, мой маг опять-таки отправляться никуда Так, вора быстренько так вот залечили вообще А маг у нас как-то часто умирает Мда Другой от магов ожидать и не приходится, стало быть Блин, уже Клирик уничтожили И опять мага Да что ж ты будешь делать, а? Так, залечили мага и теперь Клирика давайте Так, это, конечно, будет довольно-таки суровый бой Деволы, несмотря на то, что такие вот няшные вроде бы Достаточно суровые противники Потому что мне все-таки не стоит такая хорошая защита от холода Как, например, от огня Так что придется какой-то степени терпеть Да, ребят, как вы могли заметить Конечно, что за этих дьяволов дают побольше опыта, чем за демонов У них более хорошие параметры То есть больше здоровья, больше скорости Но, по крайней мере, за их жилища дадут столько же опыта, сколько за жилища демонов, как ни странно Ладно, телепортируемся обратно Вертига Выбрал не то заклинание, к сожалению Ну, ладно Я, по крайней мере, это делаю, чтобы получить как можно больше опыта Так, прыгаем дальше Вроде бы я сохранился Ну, ладно, посмотрим Мало ли Идем дальше Разворачиваемся И уничтожаем это жилище Ну все, ребят, большая часть моей команды уже осталась живых Самый главный это рейнджер Он сможет нас вернуть обратно Уничтожаем этот череп И возвращаемся в Вертига Так Майклойда Вернулись Все, опять-таки, начинаем лечить нашу команду Чтобы поднять ее хоть как-то на ноги Так, паладин, давай, помогай Клирика И мага Мага уже в который раз лечим, опять-таки Ну все, пожалуй, уже на этом день уже совсем скоро закончится Так что Подожду немного Так Ну, где-то еще час остается Можно, конечно, телепортнуться, скажем, обратно в вулкан Там В общем-то Переместиться на следующий этаж уже И там поставить маячок Я думаю, так будет уже лучше Так что давайте мы это сейчас и сделаем Телепортнемся обратно И начинаем прыжки Ну, как видите, здесь разработчики уже стали к нам более благосклонные Уже поставили такие-то островки лавы Идем дальше Уже на второй этаж вулкана Так, ну и здесь вот, как видите, достаточно много рычагов Мы все, разумеется, будем нажимать И после этого В этой лайпе это такие-то островки Если бы мы на эти рычаги не нажимали Этих островков бы тут просто не было И нам бы тут пришлось очень долго мучиться, скорее всего Ладно, начинаем прыгать Здесь еще больше противников По крайней мере, я надеюсь, что бафа тут не закончится И успех тут еще вынесет, скорее всего Остается только дьявол, пожалуй Ну и все вроде бы Разобрались и с ними Сколько тут еще остается? Ну сейчас уже может поставить маяк и вернуться обратно Поставили Остается в следующий день Кстати говоря У меня свет вроде бы не работает Но несмотря на это Подземелье достаточно светло Ну что ж, странно Возвращаемся обратно вертига С помощью маяка Лоида Но Я все-таки хочу именно вернуться в Найт Шэдоу Чтобы там получить новые бафы Плюс 10 к уровню Как обычно, в общем Так Плодин Рыцарь Рейджер Фор Маг Прошу прощения Кирик и маг Все Вот теперь Боже завернулся обратно В ривер сети Там остановить нашу магию И начать бафаться Так Вернулись Лечим, пожалуй, Кирика Она нас колдует День защиты А маг Тень волшебства Все Вот теперь-то мы уже готовы Опять-таки эти вулканы Уже с новыми силами Так что возвращаемся И продолжаем исследовать Это замечательное место Пожалуй, тут имеет смысл Ходить боком Потому что совсем скоро Мы тут увидим противников Которые, разумеется, будут настрелять Ну а охотбока Мне, конечно же, в это помогает Потому что Как только вы не видите противника Противник не видит и вас Поэтому стрелять он по вам не будет Такая вот тут, конечно, интересная особенность Ну и все, вроде бы Здесь больше противников уже встречаться не будет По крайней мере, на этом этаже Все, что тут осталось Это просто идти дальше И ни на что не обращать внимания Жадательно, конечно, в эти лужи лавы не наступать Так, в этой дырине, скорее всего, ничего нету Да, так и есть Так что поехали дальше Уже на третий этаж И это будет, пожалуй, уже последний А, ну да, действительно Третий этаж вулкана Поехали дальше Давайте походим Скажем Задом наперед Потому что нам тут сейчас встретится демон И находится он у нас Посреди вот этой лужи лавы Ну, стало быть, они оттуда и появляются Раз они такие вот огненные существа у нас Вообще, ребята Что я могу сказать об этих демонах То это вообще не Криганы Или даже не их родственники Это просто родные демоны из этого мира Криганы у нас появились Только вот с шестой мечемагии Так, прощай, дьявол И здесь будет такая небольшая гололомочка Чего у нас заключается? Здесь, как видите, находится лужа лавы И нам надо как-то попасть вот туда На самом деле, все даже проще, чем вы думаете Просто идем сюда Прыгаем сюда И мы перемещаемся вот сюда Я бы даже сказал Это не такая уж и загадка, может быть Может быть, это просто такая вот гололомка Так вот для любителей подумать Ну, ладно Поехали дальше Здесь у нас встречается еще больше противников Только таки большая такая вот Лужа лавы встречается Я бы даже сказал озеро Ну и, конечно же, как бы тут обойтись без дьявола Ну все, больше противников В этом месте встречаться уже не будет Поехали дальше И все, что нам остается делать Это просто идти В секретный город, который находится под вулканом Нет, конечно же, останется такой большой зал Который вы сейчас видите Там будет еще больше противников По-моему, там два демона и два дьявола И с ними надо быть как-то поосторожнее Вообще, с ними можно даже не сражаться А делается это просто так Просто упирайте стену И никуда вы больше не смотрите Так, ну вот и все Мы уже пришли в наш секретный город Но я, по крайней мере, хочу все-таки разобраться Своими противниками Так, ну с кого бы начать О, демон Привет Прощай Теперь надо бы сейчас дьявола как-то выманить Может быть как-то так Ну да, действительно так Ходим вбок И нападаем Так, теперь клирик у нас лечит мага, пожалуй С помощью заклинания Nature's Cure Сделать его желудки, пожалуй Может даже зеленым Потому что обязательно его сейчас кто-нибудь продамажит А мне это будет очень и очень неприятно У нас маг и так уже часто умирает Так что не хочу этого допускать больше Так, встречаем еще одного демона Это, пожалуй, один из последних Точнее, последний демон в этом подземелье И последний противник здесь, конечно же, будет именно дьявол Убиваем демона И разбираемся с дьяволом Ну давайте сейчас еще клирика нашу залечим Так, нет, не тебя Клирика надо Все, теперь можно переходить, в общем-то, в секретный город Называется он у нас Шангрила То, ради чего я, в общем-то, и ходил в этот вулкан Если бы тут этого города просто не было И бы в этот вулкан, конечно же, пошел несколько позже Потому что подземелье-то достаточно трудное Хотя достаточно легко проходится на такого-то уровня Где-то на 20-м По крайней мере, просто бафался Так что не обращайте особого внимания Ну и, как видите, здесь у нас в городе растет трава Из-за того, что находится под вулканом Вроде бы под землей где-то Я бы даже сказал, глубоко под землей Но, по крайней мере, здесь есть какая-то растительность Скорее всего, раз уж этот город находится рядом с вулканом То в качестве удобрения здесь используется какой-то пепел Или что-нибудь в этом роде Здесь еще такие вот прикольные факела встречаются Пожалуй, таких вот нигде не видел в этой игре Только вот в Шангрилле такие вот есть И, как ни странно, на этой с кем еще сидит дерево Да, я, конечно, представляю такую ситуацию Когда вы видите какой-нибудь чувака, который там сидит с газетой В шляпе В каком-нибудь плаще Как только вы походите ко мне поближе Он, разумеется, убирает эту газету И, как оказывается, это дерево Ну ладно, это дерево предлагает нам такой вот совет Тоже, нам нужно выполнить квест на... Квест друидов Чтобы потом можно было избавиться от логического возраста Я, по-моему, вам об этом уже говорил Когда мы уже увидели первый круг друидов Это был, по-моему, друид лета Или друид весны Скорее всего, друид весны Так вот, нам этот квест надо начинать с друида лета Находится у нас пустыня И вот нам теперь надо как-то пробежаться так вот по временам года То есть начиная с лета и заканчивая весной И только тогда мы сможем уже молодиться От магического возраста, который мы сможем получить, например, от призраков Или от чего-то еще Так, ну здесь, конечно же, будет довольно-таки прикольное место Называется у нас обучение И здесь мы сможем обучиться абсолютно всему за 100 тысяч золотых Но, к сожалению, это только для одного персонажа Так что это будет полезно уже после того, как мы перейдем на следующую сторону На темную уже Просто там будет одно довольно-таки прикольное подземелье Где вы сможете избавиться абсолютно от всех навыков обменного уровня А потом можно будет вернуться сюда, в Шангрилу И получить новые способности от этого чувака Так, ладно Идем сюда Единственное, мы получаем приглашение в гильдию, причем бесплатно Ну что ж, приятно Вообще, знаете Если вы уже знаете название этого города, то есть Шангрила То можно, в общем-то, название-то ввести в зеркало Пусть сюда обязательно переместитесь И это можно сделать прямо с самого начала игры Ну, по крайней мере, если вы играете, скажем, не совсем честно Несколько читерно То, пожалуйста, делайте И давайте посмотрим, какие мы здесь сможем купить заклинания Конечно же, бурать я буду не все Потому что мне, скорее всего, не хватит просто золота Так что давайте выберем самое полезное, пожалуй Это у нас будет, пожалуй, заклинание Диван Интервеншн То есть, двань богов Заклинание очень полезное, но я буду пользоваться уже ближе к концу игры То есть, уже ближе к концу, в общем-то, всего World of Sin Так, теперь Что теперь? Мы с Дистуршен, обязательно Поможет нам в битве против пары противников На чем на стороне Позволит нам в бою уменьшить количество их здоровья Так, теперь Пауэр Кюр, как же без него Рейс Тед Резурект Ревиталайз И Стаун Ту Флейш То бишь Из камня вплоть Теперь Таун Портал Портал Город, как же без него Чтобы Слишком уж зазря Нашему маяке это не использовать Теперь прыжок обязательно возьмешь Чтобы помогал магу Будет он нас таким вот Магическим резервом Как, например, Паладий для Клирика Затем Пауэр Кюр Ревиталайз И вроде бы все С Реджером мы уже закончили Больше для него ничего такого Толкового уже не предлагают Так, теперь для Клирика Давайте мы сейчас выберем Такое заклинание, как Опять-таки Диван Интервеншн То есть так же, как Паладину Маст Дистуршн Понятие Мертвых Воскрешение Из Камня в Плоть И, конечно же, Пауэр Кюр И там Портал Ну, мало ли, может быть Паладин когда-нибудь Закончится магия А нам надо будет Какой-нибудь город вернуться Так, ну и вроде бы все С Клиником Опять-таки все закончили Переходим к последнему Нашему персонажу К магу Ему можно купить Такое заклинание Как Дэльшит Сворд Достаточно прикольное заклинание Наносит 6.30 единиц урона Физически И сразу же по трем персонажа А может быть даже побольше Или нет Вроде бы по трем Но, по крайней мере, Это заклинание Качается с уровня Так, теперь Выступить дракона Тоже пригодится Петериолаз Я уже не помню, где это может пригодиться Но, во всяком случае Это купить, я думаю, стоит Голем-стоппер Становить голема Наносит 100 единиц урона В общем-то, голема Имплозия Тоже достаточно прикольное заклинание Наносит 1000 единиц урона И стоит 10 тысяч Берем Инценирейт Наносит 250 единиц урона огнем Поможет в последнем подземелье Я вам сразу об этом говорю И еще инферно Такое же заклинание, как инценирейт Только действует уже сразу на трех противников Так, мегавольт Пригодится, опять-таки Наносит достаточно много урона молнией И сразу же по трем противника И телепорт Пожалуй, приключу заклинание для мага Провода так же, как и перезарядить предмет Этот заклинание позволит вам Останавливать от 1 до 6 зарядов Для каждого предмета И это можно делать Прямо до бесконечности Пока у вас хватает магии То есть можно сделать предмет Даже зарядом где-то повыше 50 Или даже сделать их Бесконечными Во всяком случае Вы поняли мою мысль, я надеюсь Так что я выхожу из этой гильдии И мы идем дальше Я, пожалуйста, остальные скобейки Здесь посещать не буду Потому что они по большей части Спойлеры у нас Так что, ребята, если вы хотите узнать Как пройти игру дальше То можете, в принципе, у них спросить Или даже зайти в эту таверну Здесь еще больше слухов Ну и теперь, пожалуй Такой вот небольшой бонус Я вам покажу В общем-то одно дополнительное подземелье Которое пока что Проходить не буду Потому что Ну, сами понимаете Здесь у нас более серьезные противники Это у нас подземелье замка Ламара Подземелье уже темной стороны Ну и, как вы понимаете Подземелье также связывает Два мира одновременно То есть темный И светлый То бишь облачный Я бы даже сказал Что не это подземелье именно А именно Шангрила Она у нас находится На пересечении двух миров То есть такой достаточно Прикольный город И в этом подземелье Я бы хотел показать Иного противника По крайней мере Достаточно прикольный А вот и он Это у нас аннигиляторы Такие вот у нас роботы прикольные Но я на них нападать не буду По той причине То, что если вы к ним подойдете вблизи То, в общем-то Это закончится для вас Не слишком приятно Скажу я вам И теперь мне надо Как-то от него удрать Давайте сохраним сейчас Может быть в конце серии Покажу вам Чем может быть закончится Эта встреча Но я пока что хочу От него как-то уйти Да Это преследование Конечно будет Довольно-таки мучительно Но всякий случай Сейчас от него Быстренько уйду уже Колдуем прыжок Ну и все Покидаем это подземелье Ну да корресно Хоть как-то удрали мы От этого опасного робота Ну и теперь Давайте В общем-то Переходить обратно Вертига Оттуда в Риверсити И начнем тренироваться Достаточно неплохо Так вот поохотились Причтожили два жилища Жилища демонов и дьяволов Получили с них Достаточно много опыта Скорее всего Два уровня Сейчас получим с них И закупились Полезными заклинаниями Которыми будем Пользоваться всю игру Я думаю Даже больше ничего Брать не будем Но я имею ввиду Заклинаний Давайте сейчас Потренируемся Ну да Как видите На до уровня Нас пока что Пускают Качаться здесь Придется Очень и очень долго И это все Только до 20 уровня Так Ладно Ну и все Ребят Можно сказать На этом серии Можно закончить Закончим мы его Пожалуй в магазине Именно с него Пожалуй начнем Следующую серию Так что Ребят Пока что Я с вами прощаюсь Всем спасибо За ваше время С вами был Септ Всем пока и удачи До скорых встреч Мне чемоги 4 А пока что Ребят Небольшой бонус Как и вам обещал